Всем привет! Сегодня я вам расскажу вкратце про мотоцикл Honda Magna. Она шла под маркировкой Magna V30 для американского рынка. Выпускалась она в течение двух лет, 1984-1985 год. Компания Honda хотела просто расширить свою линейку и сделать легкий такой городской мотоцикл, который бы легко управлялся, был бы дешевле остальных моделей. Ну и вот что из этого получилось. А так как здесь модель попалась в руки после определенных манипуляций, то будет очень интересно посмотреть, чего же не стоит делать с японскими мотоциклами, потому что Сайтира Хонда, наверное, там где-то у себя на том свете перевернулся. Итак, этот мотоцикл означался четырехцилиндровым V-образным двигателем, объемом 500 кубических сантиметров. По одному карбюратору на цилиндр. И одним из агротюнингов было наличие вот в этом узле какого-то тросика, который проходил через весь мотоцикл и выходил под рулевую колонку. Его уже сняли. Я так полагаю, что предыдущий хозяин таким образом боролся с низкими холостыми оборотами на прогреве. Хотя для этого вообще-то есть на руле вот даже в 1984 году шок. Это так называемая заслонка. Далее был установлен противосамолетный козырек, чтобы этот японский болид не было видно со спутника. Остальные части агротюнинга с вот этой люстры уже были демонтированы. Также был просверлен оригинальный хромированный щиток. Агротюнинг также был снят. По поводу гофра я точно не скажу, не помню. Вероятно, это стандартная опция, надо будет посмотреть. Но к ним претензий нет, смотрится гармонично. На баке у нас присутствует очень крутая кожаная сумка. Зачем она? Я так и не понял. Документы. Документы. Все правильно. Прятать документы. Приборка у нас милеванная, так как этот мотоцикл выпускался только на американский рынок и выпускался в течение только двух лет. Как я уже сказал, в 1984-1985 года. И опять же, Хонда перевернулся в грабах. По техпаспорту мотоцикл заявлен в 1993 году, но по ВИН-номеру он пробивается в 1984 году. Каким образом его ставили на учет, мне непонятно на самом деле. Вот так вот выглядит этот мотоцикл. На данный момент на него устанавливается новый аккумулятор. И опять, чтобы со спутника невозможно было отследить тепловой след данного мотоцикла, здесь были установлены специальные антитепловые крылья из рифленого алюминия на оригинальные глушители. Третий оборот Саитира Хонды. Данный мотоцикл, так как был легкой моделью, оснащался не карданом, а цепной передачей. Ну, как бы кардан шел на больших объемах. Здесь он не совсем уместен был бы, конечно. Что главное мотоциклю? Наверное, тормоза. В этом мотоцикле установлены дисковые тормоза спереди и барабанные сзади. Так как это 500-ка и мощностью ее заявлено 62 лошадиные силы, на ней установлен один тормозной суппорт, двухпоршневой. Диск невентилируемый. Задние тормоза здесь барабанного типа, но это и хорошо. Барабаны бессмертны практически и могут отъезжать огромное расстояние. Итак, внимание. В 1984 год. Установлено гидравлическое сцепление. Тем, кто придумал мотоцикл Ява, Урал, Днепр, Иш, в 1984 году такое и не снилось. Но четкий обтекатель говорит о том, что приверженцы этих советских мотоциклов пытаются сделать из произведения искусства советский мотоцикл. И с успехом это проделывают. Двигатель этого мотоцикла оснащен пятиступенчатой коробкой передач плюс овердрайв. Но больше меня всего забавляет шикарная покраска данного мотоцикла из баллона. И я уже хозяина предупредил, что будет очень приятно пахнуть, когда эта девочка будет прогреваться и выгорать. Красили, не стеснялись. Вместе даже с крышечками пербюраторов, с хомутами, шлангами и остальными резинотехническими изделиями. Топливная система, понятно, здесь ничего сложного. Стоит краник обычный. И где-то под баками есть вакуум, который отдельно вакуум, но еще краник, который работает, когда мотоцикл стартанул. Опять же видим шикарную качественную кастомную покраску с серединотехническими изделиями, пробочками и прочим-прочим. О, это еще одна тема агротюнинга. Установлена масса на мотоцикл. Хотя данный мотоцикл не оснащен системой ХИС и никаких левых потребителей здесь нет, изначально с завода, чтобы разряжать мотоцикл, пока он находится в состоянии покоя. Но мы же знаем, что надо установить обязательно массу, дабы не рисковать. Особое внимание вызывают дуги безопасности очень-очень надежные, очень жестко закрепленные к раме с специальными обтекателями, вырезанными из канистры, очень качественно, и покрашенные из баллона. Это добавляет немного уверенности в безопасном вождении мотоцикла. Ну, пуск мотоцикла после установки нового аккумулятора. Подсос? Я ку... Дизель. О, блядь! Кнопку забыли! Ха! Как вы помните, на мотоцикл установлен специальный антисамолетный козырек, чтобы мотоцикл не было видно с самолета. И вы видите, как это работает. Ни один самолет теперь не увидит эту японскую ракету. Тепловый след также не виден для тепловизоров, потому что установлены специальные заградительные экраны. Так, убираем подсос, убираем подсос. Вот так работает японский мотоцикл, который всего лишь на один год младше меня. В общем, такой интересный мотоцикл Honda Magna V30, она же VF500, которая производилась в Японии для американского рынка. 1984 по 1985 год. Не занимайтесь агротюнингом. Берегите себя. Пока.